Приветствую вас, мои дорогие друзья, на наших уроках школы виртуальной ТОРО для начинающих. И сегодня мы с вами переходим к изучению масти мечей, а именно к картам двора масти мечей. Итак, что же такое масть мечей? Это стихия воздуха. Есть традиции, в которых масть мечей относится к стихии огня. Но так как мы с вами проходим обучение, изучение на колоде ТОРО Райтера Уайта, то по традиции мы отдаем масти мечей воздух. Что же такое воздух и что делают мечи? Мечей – это интеллект. А интеллект, он как познает мир? Он все расчленяет, как врачи, препарируют для того, чтобы понять структуру анатомии человека. Точно так же действует наш ум, действуют мечи, действуют наши мысли. Она все расчленяет, разбирает нас в составляющие, чтобы изнутри увидеть, а как же оно выглядит. Итак, масть мечей – это о мысли, это о логике, это об активном действии, завоевании мира. К масти мечей относятся светская власть, но светская власть смещенная в сторону военных и, конечно же, сами военные. По традиции мы начинаем изучать карты и двора с пажей. Итак, паж мечей – это молодой человек или девушка, это ребенок, мальчик тоже или девочка, с активным, быстрым умом. Они очень быстро учатся ходить, говорить, очень умненькие, обо всем знают. Возможно, поверхностные, но, тем не менее, неплохое удело. Если говорить о вести, то паж мечей приносит неожиданную весть. Она вас точно не оставит равнодушна. Это будет для вас неожиданно, но в прямом положении, скорее всего, это будет приятная неожиданная весть. А вот в перевернутом положении, конечно же, по пажу мечей проходит неожиданно неприятное известие. И уже другие карты помогут вам сориентироваться, с чем же будет связано это известие. Если говорить о персоне, то перевернутый паж мечей описывает ребенка или молодого человека или девушку циничных, язвительных, склонных к обману. Такие хитрые, часто лживые персоны. Рыцарь мечей. Еще раз напоминаю, рыцари – это о действиях. И вот действия рыцаря мечей, посмотрите, пожалуйста, на карту, он стремительно несется, направленный на завоевание этого мира, на расширение своей территории, на экспансию, если это речь идет о бизнесе, да, это расширение своего бизнеса, при том, что действия рыцаря мечей всегда очень резкие, напористые и часто могут быть агрессивными. Но в прямом положении по-хорошему агрессивные. Если говорить о персоне, которая описывает рыцарь мечей, это интеллектуал, умный, амбициозный, достаточно рассудительный мужчина, склонный полагаться на логику, и в общении он будет резок и, возможно, холоден. В перевернутом положении действия рыцаря мечей становятся разрушительными. И здесь агрессия принимает такой разрушительный, негативный характер. То есть, если это отношения, это их разрушение. Если он расширяет свой бизнес, то он будет агрессивно поглощать другие компании, разрушая их, разрушая структуру. Перевернутый рыцарь мечей – это человек, который не справляется с агрессией, который может поднять руку, ударить. Часто по перевернутому рыцарю мечей проходят люди из бандитских структур, террористических структур. Королева мечей Вообще, вокруг этой карты много ходит разных историй, ее называют вдовой, но в прямом положении это не так. Конечно же, для всей масти мечей присуще стремление к свободе. И королева мечей – не исключение. Это женщина, которая ценит свою свободу и независимость. Но это абсолютно не говорит о том, что такая женщина не пойдет на отношения. Но она пойдет на те отношения, в которых у нее будет достаточно свободного и личного пространства. На отношениях, в которых она сможет развиваться, познавать себя, познавать мир, реализовываться не только как супруга, но и как, возможно, общественный деятель, научный деятель. Потому что королева мечей склонна к науке, склонна к преподавательской деятельности. А вот уже перевернутая королева мечей – это уже черная вдова. Как правило, это женщина, у которой, может быть, трагически погиб супруг. Или она не может построить отношения с мужчиной, в нем были многочисленные разводы. Или она их не может создать, просто потому что она ни с кем не может ужиться. И если в нем появляется супруг, она в прямом или в переносном значении сживает его сосетом. Это циничная особа с холодным, расчетливым умом, которая, в принципе, на пути к своим целям ни перед чем не остановится. И король мечей. Часто король мечей обозначает чиновников, обозначает правителей, кто это еще? Судьи, прокуроры, люди. Это руководители различных госорганов могут быть. Если говорить о персоне, то король мечей описывает зрелого мужчину, руководителя, с прекрасным отточенным умом, образованного, с прекрасной речью. Возможно, он излишне полагается на свое левое полушарие, на логику. Возможно, он будет холоден, но это простроенный человек, прекрасный человек, который может вести за собой людей, который никогда не избегает ответственности за свою семью, за людей, которые окружают его, за свой коллектив и, возможно, даже за страну. Перевернутый король мечей – это либо деспот, то есть человек, который держит в страхе, как минимум, свою семью, коллектив, иногда целую страну, либо же это подкаблучник, то есть безвольный, совершенно безвольный мужчина, который находится под каблуком у своей жены. При этом он очень язвителен, он из-под тяжка кусает ее и всех, до кого может добраться. И так, знаете, по мелочи не дает жить никому. Вот такая вот история о картах двора масти мечей. Я благодарю вас за то, что вы остаетесь с нами. И до новых встреч на наших виртуальных уроках втором для начинающих. Пока!